Помните легенду про короля Артура, этого безупречного правителя, который спас Англию из пучинных войн, победил злую колдунью, придумал рыцарей круглого стола и всякое такое прочее? Среди англосаксов входит легенда, что Артур не умер, а спит зачарованным сном, чтобы когда понадобится снова прийти на помощь родной Англии. Не придет. Умер ваш король окончательно. Если еще недавно были сомнения о том, что он вообще когда-нибудь существовал, то теперь все недомолвки развеяны. Мы узнали последнее место упокоения короля Артура. Друзья, прошу вашей поддержки. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь, если вы не подписаны на канал, чтобы нас не потерять. А мы продолжаем. Фактически подтвердилось существование полумифической фигуры. Это примерно то же самое, как найти гробницу Геракла. Также невероятно, хотя мозгом-то мы понимаем, что история была куда более прозаична, нежели поздние мифы. Мы знаем об Артуре, но ничего не знаем о Мерлине, Моргане, Ланселоте и других рыцарях. Ну да ладно. Почивший король лежит в старых развалинах на территории аббатства Гланстабери. Это древний комплекс сооружения, который строился около 300 лет, а потом по каким-то причинам был заброшен. Вот так это выглядит сейчас. Эти руины и сейчас выглядят впечатляюще. А представьте, какими величественными они были когда-то. Кстати, само аббатство было основано здесь в VIII веке. А о том, что на его территории находится могила самого Артура, местные заявили уже в XII веке или спустя 400 лет. И тут начинается мистика. Непобедимый король, который славился великой храбростью и отменным здоровьем, Генрих II Плантагенет велел раскопать могилу с целью заполучить останки Артура. Спустя какое-то время он проигрывает важную битву, вынужденно подписывает мирный договор с унизившими его соседями и скоропостижно умирает. Но местные монахи все еще горят желанием раскопать могилу. Они роют, роют, но тут случается страшный пожар, который полностью уничтожает аббатство. И что вы думаете, монахи плевали на какое-то там аббатство, которое строилось всего-то 300 лет? Они продолжают искать, и вот на вершине этого прекрасного холма они находят камень с надписью «Здесь, на острове Авалон, покоится прославленный король Артур». Они поднимают камень и находят могилу мужчины и женщины. Эти двое выглядят невероятно. Мужчина был ростом 2 метра 25 сантиметров, а у женщины среднего роста сохранились светлые волосы. Чем не Артур и его жена? Останки же сразу были переданы королевскому двору. И тут как бабка отшептала, мистика, сопровождающая все это действие, прекратилась. Но дальше все опять пошло не по плану, уже с другим королем, Эдуардом I. Местные как-то странно начали себя вести, волновались, злились из-за того, что их местного почти святого забрали. Останки пришлось вернуть на родину, и тут снова начинается мистика. Аббатство опять горит огнем, его преследуют иные несчастья, и в конце концов очередной правитель Англии просто забирает земли у монастыря, повесив последних монахов на вершине того же холма, на котором нашли Артура. И все, труп исчез. Пропал навсегда, так как его появление не предвещало ничего хорошего Англии. Мертвый король не хочет спасать уже чужую ему страну, он хочет покоя. А что по этому поводу думаете вы? Обязательно пишите в комментариях. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Для нас это очень-очень важно. А я с вами не прощаюсь, а говорю вам пока-пока.